Народ, привет! Уже завтра на канале Техногарри мы с вами вместе сможем увидеть Galaxy Unpacked, где представят мощнейшую линейку Galaxy S20, которую возглавляет невероятный S20 Ultra. Также посмотрим на красивейшую сгибаемую раскладушку от Samsung Galaxy Z Flip. Из аксессуаров нам покажут обновленные беспроводные наушники Galaxy Buds Plus и наверняка что-то еще. Обо всем этом мы уже знаем очень много, мы видели и официальные пресс-рендеры, и живые фото, и даже видео. Мы знаем цены и мы знаем практически все характеристики, но это не значит, что нам будет неинтересно отнюдь. С первых минут презентации нас с вами ждет большой сюрприз. Все мы привыкли к этому забавному чувачку с именем DJ Koch, однако в этот раз произойдет замена. Ведь у мобильного подразделения Samsung появился новый начальник. Да, DJ Ko больше не тот, кто решает. Теперь это будет Ро Тай Мун. Не совсем уверен, что я правильно произношу его имя, но он возьмет на себя работу DJ Ko, который, кстати, с 2015 года возглавлял мобильное подразделение Samsung. И даже как-то грустненько, что мы больше не услышим со сцены его фирменная. The Galaxy Note. Тем временем, Ро Та Мун станет самым молодым президентом Samsung в возрасте всего лишь 51 года. Это выдающийся руководитель, который работает в компании в течение последних двух десятилетий. И именно он был ответственным за развитие серии Galaxy и серии, которая доминирует на рынке смартфонов. Ранее он был парнем номер два в мобильном подразделении, после, конечно, DJ Koch. Теперь же Samsung решает сделать Ро Та Муна парнем номер один, который будет двигать наследие вперед. Та Мун высоко ценится в компании как инженер-эксперт, который является перфекционистом, когда дело касается функций телефона. Samsung сообщает, что по мере усиления конкуренции на рынке, его назначение, как ожидается, оживит организацию новыми стратегиями. Кстати, это не значит, что они увольняют DJ Koch. На самом деле он был назначен на должность генерального директора. Теперь он генеральный директор Samsung в сфере IT и мобильной связи, что означает, что Ро Та Мун по-прежнему работает под управлением DJ Ko, но для DJ это своего рода уход от управления бизнесом смартфонов. Сейчас именно Ро Та Мун это тот, кто находится в свете софитов. Что же это значит для нас всех и для Samsung в целом? Ро Та Мун, как известно, является решительным человеком, и он назначен сделать несколько смелых шагов, чтобы сохранить позицию Samsung на первом месте на мобильном рынке и удержать лидерство над конкурентами, такими как Huawei, чья доля на рынке растет. Он был тем, кто сыграл жизненно важную роль в капитальном перезапуске бюджетных и средних телефонов Samsung, когда мы увидели превращение Galaxy M в Galaxy A, и как показали итоги года, это принесло компании огромную прибыль. Раньше бюджетные и средние телефоны Samsung глотали пыль конкурентов, но теперь они так же хороши, как и конкуренты. Ро Та Мун также отвечал за новую стратегию Samsung по аутсорсингу производства некоторых телефонов серии Galaxy A с целью снижения затрат. Если вы не знаете, еще в прошлом году в Samsung решили позволить китайской компании-производителю производить телефоны начального уровня для них. Samsung будет только проектировать, а остальное будет перенесено этой китайской производственной компанией. Это та же самая стратегия, которую используют все китайские компании, поэтому их телефоны имеют очень низкую цену. Так что Ро Та Мун был тем, кто принял это решение, и теперь под его руководством мы можем ожидать, что такая модель производства будет расширена до большего количества устройств, в том числе и до флагманов. Те, кто знаком с ним, говорят, что Ро Та Мун очень решителен, и он, несомненно, будет принимать смелые и быстрые решения, чтобы отреагировать на меняющиеся тенденции смартфонов, которые, несомненно, помогут Samsung удержать лидерство над Huawei, которых даже бан от США не может никак удержать. В общем, друзья, нам стоит ожидать несколько смелых шагов, предпринятых новой главой Galaxy, новых отчаянных шагов в стремлении защитить корону короля смартфонов. И я считаю, что это очень хорошо, ведь это значит, что компания не будет стагнировать, она, как минимум, будет что-то делать. И это что-то мы очень скоро с вами увидим. Первое выступление нового босса мы ожидаем увидеть именно 11 февраля, в 22 часа по Москве, а я постараюсь для вас переводить все, что он скажет. Наш стрим начнется немножко раньше, в 20 часов, так что подходите заранее, друзья, впереди захватывающие времена. Всем удачи!